У сладкого белорусского они просто офигительны, но они лежат только до Нового года. Сегодня обрезаем яблони. Это два дерева. Белорусское сладкое и антей. Антейу уже 8 лет, а белорусскому сладкому вот этому ему уже лет 5, наверное. Вот это яблочки, да, с этого дерева? Это антей. Это вот антей. Они лежат до июня месяца. Светлана, расскажи, какие они по вкусу? Вкусные? Ну, они кисло-сладкие. И вот маленький ребенок есть у сестры. Ест с удовольствием, прям захлеб. Ему дают через сеточку такую, очень ему нравится. Но они, как сказать, сочные. Вот чем они хороши, что они сочные. И вот нет такой вот, как бывают яблоки наши, особенно после Нового года, как в ваду превращаются внутри. Нет, они вкусные, яблоки вот эти. А белорусское сладкое как тебе? Белорусское сладкое до Нового года нормально, но они дольше не лежат. Но они вкусные. Какие вкуснее? А мы, нет, для нас белорусское сладкое вкуснее всегда было. Вот это вот, видишь, какие вот они такие красивые. А белорусское сладкое у тебя самое вкусное, да, на участке? Это для меня, наверное. Кому-то нравится, чтобы кисло-сладкие были. Вот в этих чуть-чуть кислинка есть, но они тоже вот хорошие. Бабушкам, вот маме моей тоже очень понравился этот антейк. Прямо она в восторге. А лучше, чем медуница белорусское сладкое? Белорусское сладкое, так они разные. Медуница, они летние, они по вкусу другие. У меня дочь яблоки не любит, но она белорусское сладкое медуницу взахлеб. Вот ей очень нравится и то, и другое. Все, значит, у этого дерева очень низко скелетные ветки находятся. Их нужно будет нам удалить. Вот они. Берем и отпиливаем их. Вот так. Можно, кстати, рассказать еще про яблоки, какая они вкусная. Ой, когда это сладкое белорусское, когда они начинают петь в начале сентября, даже в конце августа. Мы начинаем их грызть, когда они еще недозрелые даже, потому что они настолько вкусные. Они сочные, хрустящие, чудо. И по вкусу очень вкусные. В августе уже можно есть, да, их? Ну, они, да, их видно. А когда их убирать надо, то надо, чтобы смотреть на яблоки, чтобы они были не зеленые. А они начинают, вот прямо их видно, когда они начинают поспевать. Они становятся, как немножко, один бочок с краснотой, а другой бочок, как немножко, вот, как молоко, наверное, вот, с желтеньким немножко, с таким. Их тогда видно, понятно, что они все, что вот они поспели, их пора убирать. Ты уже знаешь, да, когда это снимать? Ну, теперь уже, да, уже знаю. Но у меня вот эти яблоки вся семья, вот прямо все ждут, когда они поспеют, настолько они вкусные. Мне тоже нравится белорусская сладкая. Единственное, что жалко, вот, что мы вот так вот не умеем обрезать правильно, и вот так у нас получилось. Сейчас дерево будет поспокойнее. Да, там видно, вон, привязывали, и так палку не убрали. Яблок было столько, причем они, на второй год уже, яблок было много. А иногда мы собираем там вот эти маленькие черные ящички. С этого маленького дерева у нас бывает, мы собираем их штук по восемь, вот так. Так, столько бывает яблок на этом дереве маленьком. Так, вот так обрежем. Да, чтоб кругленькое было, как яйцо. Сейчас немножко проредили, и можем начинать обрезку. Сверху мы начинаем обрезку. Сверху тоже там, видишь, пошло две ветки, да, наверху. Да. Нам нужно проводник оставить. Сейчас посмотрим, что там у нас. Как с этим быть. Это надо оставить одну ветку, чтобы была главная какая-то, да? Да, ну смотри, вот высота дерева тебя устраивает такая. Да, больше не надо. Мы и так, как бы, собираем тоже с лестницы бывает, вот. Потому что наверху они тоже очень красивые, прям. Яблок тоже много наверху было. Так, убираем вот такой. Сейчас тут покажу. Поближе можешь подойти, прям. Вот так отрезаем. Оставляем пенечек вот такой небольшой. А зачем? А здесь вырастет ветка молодая. Да? А, и пойдет в бочок, получается, да? Да, потом мы вот эти ветки старые отрежем, молодая останется. Потом здесь вырастут молодые ветки. Смотри, вот она уже, как бы, 3 метра. Наверное, больше уже? Да, больше, наверное, здесь уже. Если вот до конца, то метра 4, наверное, точно есть. Да, 4 метра. Ну, жалко, что, видишь, получается, двухлетнюю древесину резать уже не хочется. Нельзя. Отрежем вот так кингуриент. А этот? И здесь вот так отрежем тоже. Вот это будет проводник. Потом у нас идут кольчатки здесь, прутики плодовые. Все хорошо. Здесь у нас сильные скелетные ветки. Ну, как они, полускелетные. Просто даже ветки. Что с ними делать? Можно их расставить, но урожай, потому что мы внизу уже сильно убрали. Вот так укротим. Здесь кольчатки у нас. Будет хороший урожай. Так. Здесь у нас ветки перетекаются. Отрезаем. Здесь тройник. Так, сейчас пока посмотрю с этой стороны. Так. Тройник где вот? Вот раз, два, три. Три ветки сразу растут из одной точки. Нам нужно оставить одну. Ты такую оставил, да? Это не лишнее. Да, нам нужно оставить одну ветку потом в случае обязательно. И вот около тебя вот эта ветка тоже. Вот эта? Нет, вот эта вот. Вот эта? Вот эта, да. Что с ней делать? Она тоже тройная такая, да, у нас? Ну, она двойная, наверное, быстрее. Двойная? Ага. И ветки расположены, видишь, они как бы в плоскости горизонтальной. То есть тут получше ситуация, чем здесь. Здесь они в вертикальной плоскости друг на друга. Ну, и неудобно, наверное, что потом... Здесь можно оставить этот, это оставим. Это оставим, немножко укоротим. Это тоже оставим с кольчатками. Просто укоротим вот так, чтобы она росла у нас. Если мы отрежем вот так, на кольчатку, да, на эту, то могут вырасти побеги вот здесь вот. А-а-а. И тогда они вырастут прямо вот так. Вот. И нам придется их отрезать. Это неудобно и неправильно. Поэтому отрезаем вот здесь немножечко. Однолетний прирост. А-а-а. И он будет расти в этом году дальше, в длину. Вот таким образом. Так, а вот еще вот на вот этой ветке, которая главная. Вот видишь, вот на самом стволе маленькие веточки. Их надо какие-то убирать? Да. Вот ниже, которые есть. Или ниже? Да, вот такие вот. Нет, это мы ни в коем случае не отрезаем. Ничего с этим не делаем. Это кольчатки, многолетние кольчатки. Которые еще называются плодушки. То есть... Так их не убирают, получается? Их отрезаем только в том случае, когда они высохли. А-а-а. То есть они погибли, если уже. Тогда отрезаем. Во всех остальных случаях их вообще не трогаем. Они есть, и пускай будут здесь все. Не замечаем. Так, вот такой вот прутик плодовый. Чтобы яблоки были покрупнее здесь, его можно укоротить немножко. Вот так. Так. Мы здесь отрезали на двухлетнюю древесину. Угу. Но даже если здесь вырастет ветка, она все равно уже будет расти вбок. Угу. Рядом с проводником. Угу. Так, с этой стороны оставляем, получается. Вот это тоже утеропим. А, пока ты наверху, да. Вот эта ветка, да, у нас она под, под этой веткой находится. Угу. Ну, она когда яблоки едят, что вот этот верх, который, видишь, она двойная тоже ползет. Вот эта? Да. Смотри, ну, здесь у нас как бы много веток. Вот раз, два, три, четыре, да, есть уже пять. Можем одну ветку убрать на пенечек вот так. А говорили, что пенечек нельзя оставлять. Да, говорили раньше, что нельзя. А сейчас оказалось, что можно, этот пенечек называется югославский, мы его оставим. И здесь вырастет ветка снизу. Вот так она будет тоже горизонтально располагаться. И на ней будет хороший урожай. То есть она в следующем году, в этом году вырастет, а в следующем году уже может дать урожай. Ну, все, значит, спускаемся, идем дальше. Да. У нас теперь внизу вот тут много чего надо. Резик, ты меня немножко торопишь. Нет, не тороплю. Торопишь, торопишь. У меня, наверное, душа кровью обливается, что дерево обрезает. Да, ты хочешь, чтобы я быстрее спустился, больше ничего не резал. Ну, да. Вот эту ветку, вообще, покажи, вот. Так, вижу, да. Двойник. Угу. Двойничок такой. Значит, один отрезаем. Угу. Здесь вот веточка с кольчатками. На этой ветке, по-моему, тоже одна кольчатка всего. Вниз пошла, да. Зато вот здесь есть, в принципе, без разницы, можно вот эту оставить, можно вот эту оставить. Какую-нибудь одну. Нижнюю оставляй. Самое главное, чтобы одна была. Вот эту, да. Вот так, хорошо. Вот. Если мы это укоротим, почка у нас уйдет, оставим целиком, а вот эту вот укоротим. Угу. А в этом году нету, да, получается, так? В этом году есть, а не на кольчатках вот здесь. Ага. Ну, мало. Понятно. Ну, вообще, у нас в прошлом году, хоть и все равно мы урожай собрали, как бы для нашей семьи достаточно, но яблок было мало, потому что в позапрошлом году их было столько. Я там всех родственников наградила, по два ящика отвозила. Это вот двух деревьев мы столько собрали в позапрошлом году. Для тебя там, например, три ведра яблок – это мало. Какие три? А, три ведра для меня – это мало, да. Да. Вот. Надо, чтобы люди понимали, о чем речь идет. Ну, да. С одного дерева три ведра – это мало, да, тебе? Конечно, это мало. Ну, вот если вот с двух деревьев вот этих, мы позапрошлый год было столько яблок, что мы по два ящика вот сестре, два ящика маме, там два ящика другой бабушки, еще себе осталось еле до июня месяца. Это вот о чем-то говорит вот два маленьких деревца. Да. Ну, ящички небольшие, вы там не думаете, что огромные? Это вот как черные маленькие есть, как из-под бананов там вот тип таких. Ну, хороший урожай. Хороший урожай будет. Ну, все, давай. Так, продолжаем, да, продолжаем обрезку. Значит, дальше смотрим по порядку. Как вверх мы уже обрезали. Вот какую, какую ведку оставить, да, вот эту или вот эту. Хоть надо одну убрать. Давай вот эту вот повыше, она здесь посвободнее будет. Ее оставим. Вот так обрежем. Вот так. Вот так обрежем. И вот который кончик. Нижний вот так уберем на пенечек. Вот это здесь мешается. Можно тоже на пенечек вот так отрезать. Все-таки пенечки оставляем, да? Да. Ну, не везде, допустим, волчки там можно на кольцо вырезать. Ну, вот эта веточка у нас, как бы, да, нормальная, в принципе. А вот такие вот маленькие, смотри, вот такие вот. Надо нам обрезать? Нет, это вообще не трогаем. Это мы не трогаем, да? Да, как есть, даже вверху так смотрят. Даже еще не просто оставляем, потому что это копийца плодовая. Вот плодовая почка. Если бы большая ветка была, она что-то затеняла бы, например, да? Мешалась бы, еще что-то там перекрещивалось. А маленькая веточка, она не мешает, никаких проблем от нее нет. Вот кольчатка маленькая, копийца. Они много места не занимают. И плюс еще здесь яблоко будет. Так, эту ветку можно было бы вот так отрезать, например, да? Вот перевести на эту. Можно вот тут вот отрезать? Нет, лучше вот тут, да. Красивая ветка, пусть она остается. Ну, смотри, вот кольчатки здесь. А кольчатки что они делают? Вот здесь кольчатки. Ну, это цветки. А-а-а. Вот эти вот почки с ними. Вот. Вот толстые такие. Это цветковые почки. Здесь будут цветки, потом в дальнейшем яблоки. Смотри, если много на ветке этих цветков. Это яблоки, да? То яблок много завяжется. А потом в июне, в июне, когда будет не хватать питания, потому что ветка тонкая, они начнут осыпаться. И осыпаться будут, вот эта зеленая зависть осыпается в июне. А-а-а. Они будут осыпаться с основания. То есть, вот здесь в первую очередь будут осыпаться яблоки. Ну, как обычно, на конце остается что-то, да? Ну, как обычно, на конце остается что-то, да? Потому что весь сок идет в конец. Ну, мы иногда даже это вбиваем куле и подвязываем. Если яблок много и дерева жалко, оно еще молоденькое. Иногда бывает яблок прям очень много на ней. Да. Поэтому, чтобы вот эта зависть не осыпалась здесь, мы же знаем заранее, что она будет осыпаться, мы часто обрезаем покороче. То есть, если мы вот так отрежем, или даже вот на эту... Не, не надо здесь отрежать. Хорошо, хорошо, просто рассказываю. Или на это копится, допустим, да? То вот эти вот кольчатки мы уберем, а значит, здесь зависть не осыпется, и эти кольчатки, кладушки, они все будут живые, они не высохнут. Урожай будет вот здесь располагаться. Угу. Дальше смотрим у нас. Чем хороша сладко-белорусская, что она не отдыхает, она каждый год дает урожай. Да, вот смотри, еще вот здесь, да, одну можно вот так убрать. Да, давай. Вот так, отлично. Здесь в паротене. Угу. А важно вот там наискосок резать, или это не важно? Как некоторые говорят, что когда обрезаешь дерево, нужно резать наискосок. Наскосок? Угу. Ну, как это понимать, что наискосок? Ну, вот не по прямой ты секатор ставишь, а вот как ты сейчас вот сделал, вот так, да. Это важно или не очень? Я думаю, что это не так важно, потому что когда обрезаешь много, большие деревья, там особо уже не задумываешься. Просто вплотную секатор так ставишь и обрезаешь. Если останется пенечек небольшой, это не так страшно, на самом деле. Потому что в дальнейшем, может быть, здесь отрежем где-нибудь. Угу. Все равно еще каждый год его нужно приводить в порядок. Да, больше режем, и все эти места можно всегда убрать. Так, вот эта ветка, она все равно. Так, вот она ветка страшная, странная. Да, да, некрасивая. Вот что-то с ней тоже делать надо. Вот, вот. Вот, все. Такую ветку, ну, мы можем что сделать? Мы можем на пенек ее отрезать. Это как? Вот так. А здесь пусто не будет? Нет, там вырастет. Другая еще, да? Да. Дальше. Вон, это там ветка, вон, еще одна. Сейчас дойдем угол в нее. Ну, вот эта вот ветка, да, смотри, сколько здесь кольчаток. Вот здесь много кольчаток. Вот эти вот не трогаем. Угу. Здесь мы немножко отрезали. Угу. Здесь у нас кольчатки. Кольчатки. Ну, в конце много веток. Ну, да, как-то борода получается. Ну, так как много здесь у нас кольчаток, нам нужно здесь по максимуму отрезать все, что это. Значит, по максимуму укротить. Укротить. Вот так мы, значит, отрезаем. Вот так отрежем. И это. Длинный немножко. Вот, конечно, мы покороче бы ее сделать где-нибудь вот здесь вот отрезать. Но нельзя. Так, дальше. Вот это мне ветка не нравится тоже. Смотри-ка. А вот это? Это какая-то кривая. Да? Ну, она, видишь, она двойная. Одна ветка идет в ту, в те ветки вон туда. И одна вот сюда идет. И как вот с ней быть тогда? Смотри, вот здесь есть две ветки. Вот раз и вот два. Они друг друга мешают. Верхняя мешает, получается. Надо или эту отрезать, или эту отрезать. Лучше эту. Да. Она как бы сама напрашивается. Ну, просто вот так отпилим ее. О, дерево теперь вздохнет. О, строка сразу встала. Часто бывает такой момент, когда смотришь и думаешь, какую-какую отрезать? Непонятно. А потом отрезаешь, и все нормально. Как будто так должно было быть. Да, не боимся отрезать ветки. И эта у нас ветка освободилась. Что можно здесь сделать? Можно ее перевести. Она такая длинная достаточно и тонкая. Можем ее вот так перевести на эту веточку. Чтоб туда шло, да? Да. А здесь мы вот так ее переведем. Пускай набирает силы. Тогда здесь появится много веточек в одну-в другую сторону, и получится она овалом красивое будет тогда дерево. Да. А вот эту, Ром? Вот смотри, что с этим делать. В принципе, она такая старая, ее тоже длинная. Нам еще на один годок надо ее оставить. В следующем году можно будет ее отрезать, когда там вырастет хорошая ветка. Ну, видишь, их здесь получается с одной, одна, две, три, четыре. Вот они, одна, две, три, четыре. Идут с одной большой, как это, и как вот их тогда убрать? Вот так можно убрать. Вот так, да? В разные стороны. Это сюда, немножко это сюда. Здесь вот так и тратим. И здесь тоже. Вот так. Яблочки будут вот здесь, вот здесь. Здесь яблочки и здесь на кольчатках. Вот эта ветка, она уже такая, более длинная, да? То есть, в принципе, она может дальше вырастить, накрыть эту ветку. Ее можем отрезать вот так. На ней все равно не было кольчаток, урожая не было. Вот эти две ветки, они рядышком, друг с другом. Да, вот с ними тоже как-то надо. Какую-то одну отрезать нужно нам. Кстати, ни на этой, ни на той особо нет цветков. Так, как мы тогда? Ну, какую? Среднюю только вот. Да, давай, в принципе, да, не будем особо задумываться. Да, потому что они прям друг на друге. Когда листья появятся, они друг на друге будут. Да. Дальше вот так. Вот так. И вот тут вот три штуки вот это оставляем, да? Здесь цветочки мы поэтому оставили. А, ну хорошо. Так, что у нас? Верхнюю вот эту не отрезаем, вот верхушечку. Так, здесь две ветки у нас, одну убираем. Почему убрали нижнюю? Потому что вот вверх ветка идет, да, к ней будет лучше поступать сок. И яблоки здесь будут лучше питание получать. Вот так. Красота. Да, вот такой угол у нас получается, я не знаю, как на этом 45, здесь подбирался. Вот этот угол лучше, чем более горизонтальный. Так, идем дальше. Да, все. Здесь какая-то вот веточка немножко там, что-то желтенькое, какая-то трещинка. Отрежем, одну оставим. А вот на кончике ее не надо? Кончик можем подрезать. Подрезать. Вот эта ветка перекрещивается, да, с этой миссией. Что с ней тогда делать? Ну давай вот так вот отрежем ее, перейдем на вот эту ветку. Вот, видишь, я не знала, что так делают. Так, вот это у нас. Век, живи, век, учись. Вот, да, да. И она идет на другое дерево, ты понимаешь, как они, как перекрестуют, идет перекрест, перекрестывается с другим деревом. Здесь ходить вообще невозможно летом. Ну, давай просто элементарно вот так ее отрежем. И все. И мешать не будет, да? Да. Я смотрю, на ней яблок-то особо нету. Хотя нету там на краю. Яблоки есть там, да. Жалко, но... Жалко, есть яблоки, да, вижу уже. Ты знаешь, почему не стоит переживать? Из-за того, что мы отрезаем почки цветковые. Потому что яблоки в килограммах, в переводе на килограммах, ты все равно получишь столько же яблок. Просто они будут крупнее. Да, их будет меньше по количеству, но они будут более крупные. Кончики нам надо вот на вот этих вот. Так, здесь опять у нас, да, две штуки. Да, опять две. Вот, укорачиваем. Потому что здесь была цисковая почка, и потом там могло быть яблочко, она бы так согнулась у нас и перестала бы расти. Опять же, здесь две ветки, одна более горизонтальная, другая чуть повыше. Повыше оставляем, укорачиваем. Вот видишь, я особо не задумываюсь, там почка, где чего. Вот так просто отрезаем, и все. Вот такие хорошие плодовые веточки. Жирненькие там, такие почки хорошие, красивые. На следующий год, наверное, или в этом году? Не, в этом году здесь будет. Вот эта веточка хорошо даст урожай. Вот у нас веточка тоже. Она тоненькая, слабенькая. Отрезаем все ветки, чтобы они не забирали силу. Ну, здесь нам практически и резать нечего. Можно вот так вот эту почку цветковую убрать. Дальше смотрим. Вот эти ветки, они друг другу здесь мешают. Давай, наверное, уберем вот эту ветку. Сердце кровью обливается. Самое главное в дереве, это вот корни и ствол. А вот это все, это приходит и уходит. Поэтому не переживай. А ты знаешь, мне вот один дядечка еще говорил, что типа слишком сильно обрезать дерево, для дерева как большой стресс получается. И вот ты не должен обрезать вот прям все дерево сразу, а вот в этом году обрезал, на следующий год обрезал. Это правильно или нет? Ну да, какой-то баланс должен быть. Но для дерева стресса никакого нет. Вот это вот еще, смотри, вот она, видишь, она идет прям сюда, нет? Да. Некоторые люди там разговаривают с деревьями, да, как будто они живые. Некоторые думают, что у них они стресс получают. Но этого нет, просто нужно баланс соблюдать между ростом и подозношением. И вовремя на обрезку проводить, скорее всего, еще. Не когда оно живое уже, когда соки пошли. А все-таки надо время, когда вот еще дерево не так это... Ну, честно говоря, это не так важно. Не важно? Да, да. Ну, сок у него идет. Сейчас, думаешь, сок не идет? Тоже, ну да, зелененький вон там все, да. Сейчас уже идет земля оттаявшая, корни уже начинают накачивать. Это не страшно, что сокодвижение началось. Можно даже и в мае обрезать дерево. Такой большой проблемы нет. Вот эта вот веточка тоненькая, она прям находится под всеми этими кофтами. Ее можно вот так тоже убрать. Так, все готово. Думаешь, все или нет? Я думаю, что да. Нет, еще не все. Вот так еще отрежем. Ой, как жарко. Вот так отрежем. Вот так отрежем. Нет, вот эту, наверное, да. А вот эту вот так. Короче. Во-во. И вот эту ветку, вон она, видишь, тоже на ней как-то борода на краю. Вот это, да. Вот так. Потом вот этот вот пенечек отрежем. Вот эту вот каротин. Вот эту вот каротин. Ну? Вот эту вот каротин. Ну, да, как бы. Можно что-то еще отрезать делать, там еще найти всегда. Можно к чему-нибудь придраться всегда. А вот эта, которая, вот кончик, наверное, тоже надо, да? Да, да, вот потом еще не обрежем, смотри. Вот так обрежем. И кончики, наверное. Давай одну оставим, одну. Ну, да, за лето она сразу раз найдет, какие сильные есть маленькие веточки. Они тыр и пойдут в разные стороны, получается. Так, да? Да. Сейчас давай лестницу уберем, посмотрим, как она смотрится теперь. Какая была яблая, какая стала. Какая она стала стройная. Ну, а то, что стройная, это да. Как после парикмахерской. Только, вот мы, кстати, недавно разговаривали, сколько процентов убирать веток. Ну, процентов 50 мы убрали сейчас, наверное. Это да, если не больше. Можно что-то еще отрезать там. Она прям молоденькая стала. Да. Мы теперь посмотрим, сколько будет яблок. Когда мы вон ту ветку уберем, толстую вообще будет красота. Вот в следующем году. Все, на этом все. Нажимай на кнопочку, можно выключить пока. Так, вот сюда? Да. До встречи. Продолжение следует...